Всем привет! С вами канал Коллекционеры, Монеты и Банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю банкноте 50 рублей 1899 года. Кредитные билеты этого типа были введены в обращение в 1899 году и оставались законным средством платежа до 8 сентября 1922 года. Выпускались без изменений, с разными подписями, при царском, временном и советском правительствах. На всех указывался год 1899. Дизайн оформлен черным, салатовым, зеленым, светло-коричневым, оранжевым и синим цветами. По своему оформлению и качеству уступает всем остальным купюрам Николаевской эпохи. Размер банкноты – 188 на 118 миллиметров. Водяной знак – отсутствует. Лицевая сторона, имеет белый фон с трудно различимыми числами и 50-й словами рубль, расположенными по диагонали. Внизу фона крупное цветное число 50. На переднем плане посередине вверху слово «государственный», ниже – кредитный билет. Справа расположен малый государственный герб Российской империи образца 1883 года. Еще ниже имеется прямоугольная рамка с барельефами, внутри которой указан номинал – 50 рублей. Под ней надпись в три строки. Государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую монету без ограничения суммы – 1 рубль равен 1,15 империала, содержит 17,424 доли чистого золота. Внизу подписи управляющего и кассира, под которыми два раза повторены серии номер банкноты. Справа розетка с числом 50. В левой части лицевой стороны размещен портрет Николая I в фигурной рамке, увенчанной короной, ниже лента с надписью «Николай I», под которой картуш с годом 1899. Оборотная сторона имеет штриховку салатового цвета. По периметру расположена повторяющаяся надпись – 50,50 рубль. В левой части наверху имеется узорчатая круглая рамка с малым государственным гербом Российской империи образца 1883 года. Внутри рамки повторяющийся микротекст – 50 рубль. Ниже находится угловатая рамка с номиналом прописью в две строки – 50 рублей. Под ней еще одна похожая рамка с числом 50. Правее внизу на светло-коричневом фоне крупно указано число 50, поверх которого слово «рублей». Выше находится рамка из повторяющегося текста «50 рубль» – рубль 50, внутри которой поверх букв «ГКБ». Государственный кредитный билет – мелким текстом написано. Первое. Размен государственных кредитных билетов на золотую монету обеспечивается всем достоянием государства. Второе. Государственные кредитные билеты имеют хождение по всей империи наравне с золотой монетой. Третье. За подделку кредитных билетов виновный подвергается лишению всех прав состояния ссылки в каторжную работу. В правой верхней части крупный узор из переплетающихся линий. Ввиду того, что банкнота печаталась и была в обороте долгое время, она существует с четырьмя вариантами подписи управляющих, от которых и зависит ее конечная стоимость. С подписью «Плески» – стоимость банкноты из обращения около 37 тысяч рублей, но при условии, что банкнота имеет хорошее состояние. В идеальной сохранности цена находится на уровне 120 тысяч рублей за бонну. Если подпись «Тимашова», то стоимость банкнота из обращения около 19 тысяч рублей при условии нормальной сохранности. В люксовой сохранности средняя цена составляет 75 тысяч рублей. С подписью «Коншина» – стоимость банкнота из обращения около 3400 рублей. В идеальной сохранности цена находится на уровне 32 тысяч рублей за бонну. И с подписью «Шипова» – стоимость бона из обращения равна 1200 рублей, а в идеальном состоянии 9 тысяч рублей. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!